здравствуйте дорогие друзья с вами передача фокус на человека деликатная и довольно болезненная тема сегодня у нас в передаче кто становится жертвами сексуальных насилий почему люди осуждают жертв и стараются оправдать преступников и главное как не оказаться в роли жертвы об этом мы поговорим с александриной юсуповой здравствуйте александрина здравствуйте александрина гость сегодняшней нашей передачи и далеко не случайный человек в этой теме семейный системный психолог гештальтерапевт около пяти лет александрина работала в городском центре содействия семейным устройствам детей ставшихся без попечения родителей и кроме того у александрина есть опыт сотрудничества со следственными органами в сопровождении несовершеннолетних детей подвергшихся сексуальному насилию вот такой квалифицированный специалист пришел сегодня к нам в гости и так с чего же начать нам вот это вот очень аккуратно очень такую болезненную деликатная тему но сексуальное насилие это наверное одна из самых травмирующих и тем не менее самая табуированная тема в нашем обществе несмотря на то что мы живем уже с вами в двадцать первом веке мы все еще с тобой работает до табу работает и это не идет на пользу статистике который говорит нам о том что сексуального насилия много вот и регистрированных случаев гораздо меньше нежели чем действительных фактических да и сексуальное насилие она как бы но это так как-то шапкой над всем но на самом деле формы бывают разные и это прежде всего одна из форм насилия который характеризуется тем что актом такого насилия нарушать не только право лица на личную неприкосновенность и личное достоинство но и право на половую неприкосновенность что делает акты сексуального насилия особо общественно опасными вот то есть это не только в ряд физическому здоровью но еще и нарушение целостности личности вот тут говорится о целостности физической но это еще и разрушает и бьет по ядру личности именно по целостности структуры лично да вот потому что да нарушается именно вот базовые базовые такие потребности личности в безопасности но вот это основная наверное потребность безопасности то что человеком узнается присваивается но вот с младенческого возраста это потребность безопасности если мы говорим сейчас а мы сразу ограничим что мы в нашей передаче говорим все-таки о людях совершеннолетних да мы не будем брать несовершеннолетний возраст то в каком-то смысле слово это и дело и нас самих тоже на конечно да да мы сами как бы уже в 100 взрослыми обеспечиваем свою безопасность мы можем это сделать по крайней мере и существует такой миф по крайней мере я его соцсетях читала что со мной никогда ничего подобного не случится а это но действительно есть такое заблуждение и она наверное складывается из других еще вот со мной этого никогда не случится но и например я пока готовилась прочитала мой чуток не прочитал вот и я знакомилась с историей нескольких сексуальных маньяков ну просто легче всего на них рассматривать потому что их случае лучше всего описаны вот и имеет больше резонанс ну и тот известный чикатило его жертвами становились не только женщины или девушки а его жертвами становились дети и мальчики ну то есть и девочки и женщины разного возраста вот и условно говоря все кто попадал в его зону он готов но вообще вот как бы рассматриваю историю там насильников и как говорят эксперты читала несколько статей а что преступники готовятся чаще всего они готовятся то есть это редко бывает какой-то импульсивный порыв если мы говорим о насилии есть с применением физической например силы да то есть два же еще и другие части сексуального использования жертвы вот то есть и без физического насилия а другими способами вот и запугивая запугивание угрозы угроза причинения вреда самой жертве или же ее близким всяческие способы то есть преступник он он очень изощрен как правило да и нельзя угадать на самом деле к какой способ ну и на кого но и на кого он будет направлен и вот это вот то что со мной такого никогда не случится так про себя если честно как это ни ужасно сказать не может никто вот потому что жертвами бывают и мужчины в том числе и женщины и дети насильник предполагает совершить какие-то насильственные действия то он очень опасается быть пойманом он старается всячески избежать наказания потому что но в общем то они все очень за такие но осознанные ну то смысле создана они сознанием дела подходят к вопросу и выбирают именно скорее место нежели чем жертву ну очень важно при каких обстоятельствах будет это совершаться важно чтобы не было свидетелей важно чтобы но там например жертва была может быть обездвижена да вот иногда применяются физически какие-то насильственные действия там например резкий удар по голове сзади да или связывание или удушение ну то есть думать что я смогу сопротивляться насильник предпринимает но он знает как жертва может сопротивляться он сделает все для того чтобы она этого сделать не смогла вот но по поводу места получается что все таки в его голове есть какое-то представление о том что это либо пустырь но какое-то пустое место в котором редко прохожие бывают скорее всего да но вероятнее всего вот если стать условно говоря на его месте он на время суток но то же время мы знаем случае по моему двух или трех летней давности в нижней камске ли в набережных днах в лесу выжная лыжная трасса нападение на женщину среди белого дня вот и то что это не обязательно будет в ночное время много случаев когда это совершается днем и и это вот мы говорим сейчас про нападение ну там насильника когда это происходит вдруг внезапно из-за кустов но так на самом деле бывает редко насилие чаще всего происходит когда это знакомый человек и и две третьих случаев из зарегистрированных то это когда насильника жертва были знакомы и она ему доверяла но в какой-то степени это мог быть кто-то там сосед сослуживец парень с которым пошла на свидание вот учились вместе или там параллельные группы классами там то есть были каким-то образом знакомы либо же но это какое-то начало знакомства там может быть это какое-то первое свидание или второе вот и жертва не предполагает она идет потому что это ну прекрасно ходить на свидание это нормально нравится другим это желание естественно для любого человека вот но вот и в этом месте бдительность теряется то есть каких-то маячков увидеть каких-то подсказок увидеть что человек как-то может быть не конкурентно себя ведет да их можно не увидеть потому что ты вот на волне вот этого хороших хорошего настроения ожидания и это еще же строится на доверие что самое вот ну как бы печальная на желание верить в ну вообще просто я доверяю этому миру я доверяю людям ну я живу свою жизнь и тут вдруг вот есть еще один такой миф что но ну или какой-то некоторый образ про то что эти насильники они какие-то вот прям выделяются из толпы как я уже говорил про чикатило всем известного он не выделялся из толпы он был женат у него было двое детей он там был по моему член как 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 что там то есть он был такой социально успешный на то время он работал да он не был каким-то маргинальным созданием никто его не подозревал и он даже входил в состав дружины которые искала его самого и есть ну как бы еще один такой миф который ну вводит в заблуждение и опасным образом наверное вводишь то сексуальный насильник это тот человек который сексуально не удовлетворен либо же как-то озабочен этой темой и вот как я уже сказала как правило это но совершенно обычные мужчины там совершенно обычные люди если мы будем говорить про насильника как человека мужского полта женаты у них есть дети они занимают обычные ну там должности ничем не выдающиеся и очень ответственно ну когда подходит к тому как они выбирают своих жертв где это происходит вот и но как бы есть такая книга сломанный цветок и если кто то задумывался об этой теме или может быть стал жертвой может ну как бы ее прочитать и я думаю что она будет такой хороший опорой она написана просто понятно с поддержкой и там значит есть такая мысль что а есть некоторые маркеры точнее их по моему два это как вы можете проверить парня ну или там с которым вы например собирается пойти на свидание слышит ли он ваше нет проверить себя насколько вы умеете говорить это нет потому что иногда насилие совершается но в силу некоторых стереотипов и заблуждений то то что например девушки говорят нет а на самом деле думают да еще одно заблуждение да и это же со стороны мужчин заблуждение да она муссируется и еще есть ну еще и есть ряд заблуждений про то что например все женщины любят силу и даже мечтают быть изнасилованными а а вот и в этой части можно вот спросить себя понаблюдать за собой насколько я четко говорю свое нет мы с вами практически в начале разговора уже касаемся телосу темы осознанности до своего поведения все таки да то есть подразумевается что если ты уже но готова к тому чтобы встречаться ходить на свидания встречаться с молодыми людьми от какого-то ну детского подросткового инфантилизма надо возбавляться и вот приобретать вот эту взрослую позицию в которой ты сама обязана ну только тебе принадлежит твоя собственная безопасность так еще один миф который мы с вами предварительно говорили про 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 то что насилие это не про секса про власть да мы с вами затронули эту тему как же и почему может быть и зачем насильник вообще это совершает ну с какой целью и вот этот про миф про сексуальную неудовлетворенность он потому и миф что насильник совершает его не столько для сексуального удовлетворения сколько для вот этой безграничной власти ощутить прочувствовать эту безграничную власть отреагировать может быть свою какую-то накопившего накопившуюся злость или раздражение не и это такой способ и когда он чувствует эту власть ломает жертву подчиняет ее своей воле заставляет ее делать то что она не хочет и не выбирает но в силу там угроз или физического насилия или каких-либо еще других манипуляций вот он принуждает и в этом получает возбуждение а когда это еще и подкрепляется сексуальный сексуальным контактам ну и удовлетворение вот это та грань которую переступая сложно остановиться возвращаться всегда хочется к ним снова снова и самое что интересное что насильники а ну вот из тех как как о которых было описано в разной литературе а не почти никогда не признают свою вину и обвиняют жертву в своем преступлении что она его спровоцировала она его там каким-то образом стимулировала к этому или призывала и он как будто наказывается это жертву вот и испытывая над этим в этот момент власть ощущая собственную силу и именно вот сломать волю другого человека и в этом получать возбуждение и многие многие вот эти вот насильники ну как бы практически все говорят о том что даже где-то проценты записала процентов наверное больше чем половина процентов 70 говорят о том что смысл был не в сексе вообще а именно во власти вот интересную фразу вы сказали она так в обществе как раз очень сильно распространена поскольку мы теперь уже знаем что есть такое явление как victim blaming да когда по поводу уже состоявшегося ну преступления собственно говоря какого-то события и наличие жертвы тем не менее окружение предпочитает обвинять жертву в том что это поддерживая собственно говоря мнение преступника да это она виновата ну вот это вот частое явление когда на жертва после насилия еще и обвиняется социум и это может быть даже ну сказано как-то не со зла и не так откровенно сама виновата дура да вот зачем ты поперлась в этот парк ночью в короткой юбке вот а это может быть каким-то такими вопросами ну защищалась ли ты пыталась ли ты убежать кричала ли ты обычно такие вопросы задают следовательно допросе это им положено по протоколу они должны уточнить обстоятельства совершенно совершенного преступления но это же и ну такое некоторое обвинение и это жертва практически всегда считывается как обвинение жертва считывается да то есть предполагается что я могла до предупреждать что я могла защититься могла сопротивляться и могу и так далее и в этом наверное и есть то что усугубляет последствия насилия когда ей а когда жертве об этом сказал продемонстрировал всеми своими действиями насильник потом это подтвердила социум потом она созрала себя сама ну то есть процесс завершён . и это может быть но и поэтому это тяжелейшая травма которая не ограничивается только физическим каким-то физическими последствиями это разрушает личность и это может сказываться через многие годы и тут же вот следующий мир время лечит такое время не лечит это может быть потом не стоять вот так вот в ярких картинках но нарушается доверие к базовые да доверие к себе потеря контроля ну как то что я вообще хоть в этой жизни хоть что-то могу контролировать верну доверие к обществу доверие к мужчинам вот у меня сейчас отзывается как возможно защищать себя да да и ну естественно это нарушает и социальную жизнь человека и личную жизнь и отношенческие какие-то взаимодействия и сексуальную жизнь в том числе и может даже сказываться но часто так бывает на репродуктивной функции вот что как например гинекологи говорят про то что это психологическое бесплодие если мы признаем что да она не может нести ответственность за чужое преступление и что это не жертва его спровоцировала и не на ней лежит эта ответственность то это значит что я в своей жизни тоже не могу это проконтролировать и здесь уже соприкасаться с этим очень страшно то есть то есть но признавая что она жертва не потому что она какая-то такая а потому что это он выбрал совершить преступление и это жертва случайно это жертва случайного выбора то значит я тоже такая же но потенциальная могу быть жертва а это страшно это очень страшно очень страшно это опять же вот но потери потери контроля на собственной жизни и тогда легче мне присоединиться к преступнику нежели к жертве например очень трудно трудно встречаться с собственной беспомощностью особенно взрослому человеку вот это часто бывает самое трудное место в терапии то есть получается что вот это тоже распространенный миф мнение о том что преступник нападает только на жертв с эффективным поведением это миф это миф он выбирает для себя безопасное место вот и жертвами мужчины тоже могут быть жертвы сексуального насилия причем вот причем не не обязательно что насильник гомосексуалист или жертва вообще нет смысл опять же подавить про власть сломать унизить ну и по большому счету уничтожить вот это вот личность хорошо а вот первый вот тот вопрос на который но который я немножко раньше времени задала по поводу того что существует ряд женщин и девушек которые говорят обесценивают да 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 мне нормально ну ничего я пережила это что наш при том что они терапию не проходили ничего просто вот закрыли конечно она пережила у нас таких большинство которые пережили по статистике регистрируется каждый седьмой случай 6 не регистрируют 6 не регистрируют 7 регистрируют вот и каждые шесть минут совершается насилие как-то же живут вот как-то и живут но собственно с не получается выстроить отношения не получается родить ребенка не получается родить ребенка одиночество нереализованность не удовлетворенность страхи фобии панические атаки как бы вот это все 6 из 7 так же тревожное расстройство вот поскольку мне вот очень понравилось что вы изначально вот такой взяли курс на то что мы собственно говоря развенчиваем мифы я думаю следующий миф это по поводу того что существует некая провокация но мы уже сказали да про то что не существует тем не менее в головах вот все равно сидит что существует некая провокация как вы уже сказали ты зачем поперлась в лес в этой в короткой одежде и так далее в неподобающей одежде и здесь хочется вот на одежде акцентировать внимание потому что для для ну скажем так понятно я уже поняла что жертвой может стать абсолютно ли человек из любого возраста любого с любого социального положения и так далее но эта тема актуальна для больше всего почему-то для молодежи вот что им можно сказать чтобы да вот донести какую-то важную информацию а вот в этой связи хочу сказать что не все насильники хотели быть насильниками иногда это вот прям злую шутку сыграли вот эти вот мифы злую шутку сыграл алкоголь и вот это вот заблуждение некоторые стереотипы человеческие в нашем социуме потому что молодой человек не услышал нет девушка невнятно сказала и вроде бы она была не против мы только что целовались почему бы не дальше но тут вдруг а возбуждение уже поднялось алкоголь уже усыпил все лобные доли которые отвечают за кривой вы критичность поведения да ну и да и понеслось вот и в общем то он и не хотел если бы там не было бы того другого третьего то этого бы не случилось или кто-то бы со стороны сказал что ты делаешь остановись там например это но еще как бы вот эта часть это как мы вообще слышим себя как мы слышим другого вот и когда например молодежь выбирает там на себе ну для себя например вот в части одежды что-нибудь такое на вечер чтобы но чувствовать себя звездой звездой легко раскованно привлекать внимание собственно чувствовать себя красивым и привлекать внимание это нормальная потребность любого человека будь то мужчина или женщина но вот это вот образ он тоже может играть некоторую злую шутку придавая человеку какой-то излишней такой инфантильной смелости что и и и безбашенность что да некоторая безбашенность и когда мы выбираем например одежду мы ее выбираем чтобы придать себе каких-то качеств и в соответствии с этим мы можем действовать так вот там может быть там строгом костюме я веду себя иначе а вот например в майке и шортах я веду себя иначе более свободно что ли и и и другие люди же это тоже как-то считывают и да понятно что ответственность всегда лежит на том кто совершает насилие но насколько будет от этого легче жертвы никогда уже все это как говорится вот когда человек идет по пешеходному переходу переходят дорогу и не смотрят по сторонам да если его вдруг собьет машина которая не успела затормозить то водитель будет виноват но легче ли будет тому человеку которого сбили от того что водитель виноват абсолютно правильно говорите и вот это одежда это когда стройка какого-то образа внутреннего себя да про то что вот я в этой одежде прям вот почувствую себя раскованный свободный я этого хочу и как будто бы с этой с помощью одежды я могу это сделать это почувствовать вот такая ловушечка такая да не только я но я могу я прям чувствую а люди в красном они такие более решительные более активны но такие же люди эти же самые люди например в белом они какие-то были обаятельные там или более мягкие ну так и есть ну то есть одежда меняет наше состояние меняет там например наш настрой или нашу какую-то готовность или решительность или нерешительность вот и она да влияет на нас и например там вот была бы я там в строгом костюме я бы не села к нему в машину а вот сейчас я в каком-то таком легком расположении и хочу немного пошалить в ночной клуб уместно пойти нам в чем-нибудь что привлекает внимание в чем удобно танцевать в чем там а я себе нравлюсь неуместно пойти в клуб например строгом костюме с контролем не пройдем точно я не пустят мать вот и больше наверное опасность в играет алкоголь в ночных клубах и ну вообще у снижается вот эта критика к собственному поведению и к поведению другого человека то есть когда уже надо делать ноги отсюда все по-разному у нас у всех разный уровень самокритичности или вот этого критичного поведения да кто-то более осторожно когда менее и сейчас очень много говорят о том что надо быть смелее нужно брать от жизни все да это же вот прямо тренд идите туда идите сюда достигайте так далее да и к тому же сейчас говорю свою мысль и к тому же когда в семье есть вот некоторые там чрезмерное давление вот этот пружина она выстреливать может совершенно вот непонятные стороны да и как вот воспитать своего ребенка чтобы не запугать ему да она при этом чтобы он нормально осторожен на был нормально осторожен сканировал среду и слышал вот эти вот импульсы на самом деле вот эти вот звоночки они есть но в какой-то момент не было неудобно перед подружками что они там буду считать меня занудой или там не слишком сильно понравился он да мне понравился и в принципе же он хороший парень там я же его уже видела мы с ним общались сидели в кафе а вот и вот но звоночки звоночки они все равно есть и мы много думаем и мало чувствуем даже например когда я спрашиваю своего клиента из какого чувства вы сейчас плачете ну или там что вы сейчас чувствуете какая эмоция в вашем теле не могут сказать но еще сложнее но есть еще даже как бы они даже не могут сказать что в теле с ними происходит вот это вот много в голове мы в голове мы в каких-то задачах мы в какой-то суете но при этом мы упускаем или вытесняем эти маркеры тела маркеры как раз взялась что-то где-то я чувствую там напряжение там промелькнула мысль а может не стоит вот если промелькнула мысль а может не стоит или мне показалось вам не показалось и точно не стоит и груди еще такой хороший яркий маркер вот у меня лично да это это прекрасно что вы его замечаете многие не замечают я сколько лет уже психологии занимаюсь чтобы вот научиться это получать это вообще с учетом нашего опыта бэкграунда жизненного общественного это очень сложно сделать очень сложно но мы вырастили такое общество головастика головастики да точно хорошо много думают мало что чувствует они ну чувствуют но не умеет этому доверять не умеет это отслеживать прочитала такую историю девочки первокурсницы пошли на вечеринку ну как на вечеринку на концерт своего приятеля который выступал потом при он пригласил их на вечеринку они вроде бы хороший парень но одна и она и соответственно они оделись так чтобы выглядеть немножечко взрослее а чтобы ну как бы не подумали что они там какие-то малолетки семнадцатым или восемнадцатым там был вот и девочка которая писала эту историю она мне показалось что лучше не стоит но девочкам так хотелось но и они как-то меня уговаривали и она согласилась она согласилась они поехали и когда они приехали на эту вечеринку оказалось что это где-то за городом даже при желании они выехать оттуда не смогут и там были еще другие в более взрослые люди в большинство естественно было это парни и она как ты тут мне стало страшно вроде бы были какие-то которые адекватные но были те кто но встал сразу как-то приставайте говорить какие-то социальности и вот эта девочка себе позволила запаниковать вот там уже и кто-то тащил куда-то в укромный угол и она запаниковала закричала девчонки собрались и убежали просто оттуда ну хорошо что у них так получилось то 1 сработал и наверняка и у других тоже сработал на него просто так сильно вытеснили что так внутри все окончится хуже опять-таки да вот про то что в соцсетях блогеры вот это мне можно все воздействие определенное оказывают не разъясняя опасности мы все-таки возвращаемся к критичности и к осознанности никуда от этого не денешься а если помнить о том что ответственность за здоровье и благополучие человека после 18 лет лежит на самом человеке ну в смысле да за мою безопасность мое здоровье я отвечаю сам и помню о том что сексуальное насилие это прежде всего удобное место безопасно для насильника то лучше всего позаботиться о своем безопасном месте вот и то что я смогу защититься или мне кто-то придет на помощь это очень вряд ли я была знакома с ситуацией где женщина имея черный пояс по карате не смогла защититься и иногда страх настолько обездвиживает человека что он даже кричать не может буквально не буквально не потому что мы за того что не хочет а просто не может да а потому что не может вот и но это и все ну как бы всем известное такое что у страха есть вот бей беги замри и чаще всего встречается стратегии на замирали и ни один человек не может сказать как я поведу себя если мне представить приставит нож к горлу но как-то можно может быть и для себя взять какие-то правила в жизни там например если я иду куда-то на вечеринку я беру с собой подружку и мы с этой подружкой договариваемся что например мы не пьем больше двух бокалов ну например да или что мы приезжаем вместе уезжаем вместе или что мы сфотографируем номер такси отправляем например ну или той машину куда мы сели сразу отправляем может быть родителям или еще каком-то доверенному лицу а еще есть такая штучка сирена на батарейках ну то есть ну как раньше были свистки отпугивающие это но может привести в замешательство дать вам время и или напугать потому что все-таки ну как бы насильник выбирает именно безлюдные места и если это происходит на улице ну там что-то такое ночью можно кинуть камень в окно дома привлечь внимание кричать если ты можешь стукнуть машину чтоб сработала сигнализация скорее всего никто не выйдет но по крайней мере приступ может испугаться это может его остановить вот ну вот какие то такие а вот что касается более жестких мер самозащиты это вот какие-то баллончики с газом это все баллончики с газом да ну может быть но это им еще надо уметь пользоваться чтобы самому же не пострадать но потому что в ситуации паники этот баллончик ты можешь направить в какую угодно сторону вот и потом где им учиться вообще пользоваться это же как бы на экстренную какую-то ситуацию а вот все-таки если все-таки это произошло как должна что как вести себя вот человеку который пострадал и как вести себя близким окружении если вы пострадали от сексуального насилия а если это было изнасилование то есть с нанесением но физических каких-то травм то лучше конечно позвонить какому-то доверенному человеку именно тому человеку в ком вы уверены что вас поддержит такой ситуации соображать крайне сложно как тут последовательно то а не мыться но если если как-то вы планируете освидетельствование до медицинское не мыться не стирать ту одежду в которой это произошло все собрать в пакет лучше каждую вещь в отдельности в полиэтиленовый пакет как-то прийти в себя лучше в компании с кем-то ну это может быть подруга это не обязательно мама потому что чаще всего но девушки или женщины боятся сказать об этом близким потому что как раз это подать это тотальное чувство стыда вины вот и важно чтобы нашелся хоть какой-то человек который бы сказал что в том что произошло нет и если вы решите обратиться в полицию важно чтобы с вами был рядом кто-то на кого вы сможете эмоционально даже физически опираться написать заявление в двух экземплярах у вас его должны принять предварительный будет опрос отправят на медицинское освидетельствование если не дадут направление на медицинское освидетельство вы сами можете обратиться в женскую консультацию и травмпункт ну то есть объяснить ситуацию и помимо того что вас осмотр то есть осмотр должен быть полным с и в медицинской карте должны быть вынесены все повреждения которые есть на теле человека плюс еще обратите внимание врача чтобы он снял потожировые ну естественно проведут все анализы на венерические заболевания и вич инфекцию и также обратите внимание врача на то чтобы он из-под ногтей но если жертва могла случайно оцарапать преступника взял следы и это все все это зафиксировать в медицинской карте с этой медицинской карты точнее с ее дубликатом который должен быть равносилен оригиналу то есть он наверное должен быть заверен идти в полицию обращаться и но если но это должно быть личное решение потерпевшего потому что ему потом пройдет придется через все это через всю эту процедуру проходить а также вопрос через эти чем бросил недоверие сомнения экспертизы в том числе у нас вообще есть центр который помогает жертвам насилия а сексуального и физического и всякого разного но вот есть центр сестры это независимо благотворительный центр помощи сексуально пережившим сексуальное насилия вот такая эмблемка и у них есть горячая линия на которую можно обратиться и получить консультацию она в строке интернета не легко набирается бы из куда набираете набираете независимо благотворительный центр сестры вот и мало того что у них есть горячая линия мало того что они принимают очно и всяко разно так еще и у них очень грамотный сайт на нем есть прям по пунктикам что делать если что делать если ну то жертва что делать если ты подруга жертвы то прям и даже есть пример заявлений куда кому подать что делается если в случае там через если через две недели там преступника не нашли или что делать если в течение суток или двое дело не возбудили очень как бы рекомендую вообще просто ознакомиться очень понятный грамотный сайт даже если вы решили не обращаться в следственные органы и это ваш выбор то важно помочь своему физическому здоровью и эмоциональном благополучии важно обратиться к специалисту грамотному который знает как с этим работать и быть готовым к тому что это будет длительная работа немаловажно подготовиться к этому что это длительно сложно да это будет сложно это будет долго подводя итог наш сегодняшнего разговора как можно резюмировать я когда шла сюда я думала что я буду обращаться ну делаю это для того чтобы люди знали на что я имею право и что если я жертва то в этом нет моей вины что что делать тем кто оказался рядом с жертвой близким друзьям родственникам мужьям парням подругам что очень важно что поддержит человека в этой ситуации это то что его не будут обвинять и дадут ему просто но даже молчаливое присутствие вот когда ружится весь мир важно хоть что-то чтобы оставалось постоянно и хоть один человек на которого я могу опереться быть в большем доверии к себе не стесняться и быть смелыми именно в том чтобы сказать стоп а и кстати я хотела еще сказать вот эту важную штуку про стоп а как мы говорим иногда то есть человек же считывает и вербальное послание и невербальные послания и ориентируются с том числе и антонации в том числе и чаще всего но как бы в большей степени мы ориентируемся или именно невербальные послания она говорит нет но улыбается отводит глаза что это за нет ну то есть этому управляет волосы да например да этому нет не очень ты веришь и важно говорить нет глядя в глаза а соответствующей интонации с полной решимостью и можно добавить даже жест руки ну то есть чтобы человек на всех своих уровнях вербальных и невербальных понял что это нет это точно нет это нет это прям стена и это поможет и вам остаться в безопасности и например и охладит пыл и охладит пыл до того парня который в общем-то не собирался быть насильником ну и потом 15 лет тюрьме проводить да вот и иногда вот это нет прям спасет обоих и я тоже хотела бы добавить заключение как вы сказали ответственность за преступление всегда на преступники но ответственность за нашу жизнь всегда в наших руках это про нашу критическом и критичных критичный взгляд про осознание того что мы делаем как мы делаем и почему мы делаем ну в общем то хочется сказать да будьте к себе бережными вот и и и будьте бережны к своим близким не добивайте если уж так случилось и возвращаясь к началу к табуированности этой темы от того что она табуирована преступление меньше не становится наоборот не от другого зависит до наоборот скорее закрытость развязывают руки да вот это вот и еще одна такая очень важная вещь преступники но насильники совершают насилие до того момента пока их не остановит и это может быть я адресую когда жертва будет размышлять подавать ей заявление в полицию или нет ну возможно вы своим заявлением спасете много других людей и у нас там и его с него остановит да ну вот такая у нас с вами сегодня сложная тема меня честно говоря трясло все это время пока мы с вами беседовали и и я наверное подержу вас и скажу что зрителям берегите пожалуйста себя будьте бережны к себе и к другим и будьте осторожны всего вам хорошего с вами была передача фокус на человека мы прощаемся с нашим прекрасным гостем александриной юсуповой до новых встреч в студии работала наталья жива до свидания